Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры! У нас появился дом Сильваниан Фэмили, а дом продается без мебели и фигурок, поэтому его можно заселить на свое усмотрение. Поклонники Сильваниан знают, что выбор достаточно большой. Можно выбрать семью зверюшек, которые у вас поселятся. Мы любим собак, поэтому выбор пал на семейство той пуделей. Я оставлю ссылки и промокоды на Яндекс.Маркет в описании. Вдруг найдете там для себя что-то интересное и по приятной цене. Той пуделей в наборе 4 штуки. Это мама пудель и папа пудель, братик и сестренка. Но есть еще маленькие наборы с малышами. Я нашла аж два, и они раритетные. Дата изготовления 2017 год. Распаковывать их жалко, но очень уж они миленькие. У этого малыша есть своя бутылочка. Ножки у него можно повернуть и даже его посадить. А у этих братика и сестренки лапки не поворачиваются. Но зато есть бутылочка, которой можно по-настоящему покормить. И практически настоящая соска, которая тоже держится. Подписчики моего телеграм-канала знают, что у нас уже год живет карамельная собачка-модница. И с ней у нас уже был куплен санузел, который теперь переедет в домик. Самое главное, для жизни в доме нужна еще мебель и всякие мелочи. Меня очень заинтересовала темная мебель для домика. Посмотрим, насколько она интересная, как она будет в нем смотреться. В итоге, когда я установлю всю мебель в домике, отдельно засниму, что у нас получилось. Этот набор классическая коричневая кухонная мебель. Все здесь новенькое, поэтому достаем пакетики. Что-то надо будет собрать. Эти детальки мы отсоединяем. Разделочная доска. Крышка. Три таких малюсеньких стаканчика с крышечками. Может быть, это для хранения приправ. Часть еще упакована сюда. Это очень маленькая кухонная посуда. Кастрюлька. Сковородка. Ножик. Половник. Лопатка. Все очень из какого-то приятного материала. Вешаем это все там, где находится плита. У плиты открывается дверка. Тут хорошо помещается кастрюлька и сковородка. И к ним подходит крышка. Вторая часть. Это раковина с краном. Тут выдвигается ящик. И мы даже можем увидеть внутри трубопровод. Несколько отсеков в ящике. И еще один боковой ящик тоже выдвигается. Тоже все заполняем предметами. Оказалось, два стаканчика с крышками. Я неправильно сказала. А два стаканчика без крышек. И еще две миски. Еще в этой серии можно было купить коричневый комод. Он тоже выполнен под дерево. С цветочными рисунками. У него гораздо больше ящичков. Дверки открываются внизу. Тут получается два отделения. Еще дверки наверху. Маленькие ящички выдвигаются. А тут еще дополнительно выдвигается столик. На комод можно поставить печку. У нее дверка тоже открывается. Она прозрачная. Видно, что там будет стоять. И еще в комплекте есть набор посуды. Поднос, на который мы размещаем два пирожных. Малюсенький белый чайничек с крышечкой. Такие же маленькие чашечки с блюдечками. Еще два стеклянных стаканчика. И белое блюдо. Реалистично аж жуть. Но все такое мелкое. Мне очень сложно все это своими большими пальцами передвигать. Следующий набор это коричневый стол со стульями. Тут уже не будет каких-то мелких деталей. Собирать тут ничего не нужно. Здесь уже готовый стол со стульями. На столе цветочный рисунок. Ножки тоже форменные. Четыре больших стула. На спинке у них вырезаны виноградные листья. Один стульчик высокий с подлокотниками для малыша. Такой же набор стол и стулья я видела в рыжеватом цвете. Так где же будут спать пудели? Для мамы и папы предусмотрена двухместная кровать. Тут не только кровать, но еще есть некоторые мелкие вещички. Это основание кровати. В наборе есть одеяло, матрас и подушка. Эти два основания это книжки. На них нужно наклеить наклейки, обложки, лампа и баночка. Их мы поставим на прикроватную тумбочку. Маленький ящичек у нее выдвигается полностью. На кроватку кладем матрасик, подушку и одеялко. Такими стали книжки после того, как мы наклеили на них наклейки. А еще нужно было наклеить на часы наклейку с циферблатом. Но где же будут спать их дети? Правильно, у нас будет двухъярусная кровать. Помимо кровати в детской будет стоять еще комод. Ящики на нем обозначены буквами и цифрами. Конечно же все ящички, маленькие и большие, открываются и выдвигаются. Кроватки можно поставить две рядышком. А можно их установить друг на друга. Тут есть крепления и они очень плотно держатся. Наклейки, два плюшевых медвежонка. Складываем канцелярские принадлежности, линейка и два карандаша. Подставка для книг. Книжки тоже нужно обклеить. Конечно нам нужна лестница для того, чтобы добраться на вторую кроватку. Две подушки, зеленая и розовая. У меня на камеру одна подушка кажется более голубого цвета, но на самом деле это зеленый. Два матрасика, зеленый и розовый. И два теплых клетчатых одеялка. Они вот такие двойные, внутри как будто из мягкого материала. Тут еще тетрадки и журналы. Малюсенькое расписание, фотографии или картинки, а может быть это даже письма. Обклеили книжки и получилось, что одна книжка по вышиванию, а вторая это дикие цветы и деревья. Для малышей пока у нас нет кроватки, но зато есть двухместная коляска. Коляска у нас почему-то розовая. Другого варианта мне не попадалось. Крутятся настоящие колесики. Козырек у коляски можно поднимать и опускать. Малыши тут отлично размещаются. Но что интересно, я видела в интернете фотографии, что эта коляска подходит и для малышей. Low Surprise Lills. По-моему просто отлично. И еще у меня есть три наборчика со всякими мелочами для кухни. Это сет для завтрака. Он так и называется набор домашний завтрак. В него входит блендер, очень похож на настоящий. Крышечка тоже настоящая. Розовая вафельница, в которой можно испечь зайца. Два готовых зайца тоже прилагаются. Можно налить тесто, закрыть вафельницу. И вот оно уже готово. Есть блюдо с яичницей. Очень красивая белая тарелка с цветами. Два прозрачных стаканчика. Две вилочки, два банана, маленькая корзиночка на стол для фруктов, яблочко и апельсинчик. Желтый тостер. К нему есть хлебушек. Это два кусочка. На тостере есть рычажок. Они убираются. А когда приготовятся, то выскочат. Но на самом деле я пошутила. Придется вручную просто этот рычажок двигать, чтобы они опускались и поднимались. Сам тостер, конечно, не работает. Следующий набор называется домашние блинчики. В нем есть сковородка, на которой можно пожарить шесть блинчиков и потом разложить их на две тарелочки. Тут тоже две вилки и еще два ножа. Но вилки из двух разных наборов немножко отличаются. Лопатка, маленький кувшинчик для молока или сметаны. Желтый чайник. Конечно, здесь все очень натурально. Розовая чашка на блюдечке. И точно такая же голубая. Для оформления блинчиков можно выбрать фрукты, взбитые сливки с клубникой или мороженое. И третий кухонный набор для тех, кто серьезно собирается готовить на кухне. Вот такая серьезная зеленая кастрюля с супом или здесь гуляш. Видны овощи внутри. Все это вынимается и кастрюля становится пустой. Есть еще одна кастрюлька поменьше. Форма для приготовления спицей. Пицца в ней внутри. Она тоже съемная. На тарелочке равиоли с помидором. Зеленые прихватки, рукавички. Они сшиты из материала. Они как раз на нашу маму-собаку. Противень с чем-то вкусненьким, но не знаю, что это. И вот еще отдельно маленькие равиоли, которые можно отварить. Противень с готовыми капкейками. Зеленый чайничек с серебряной ручкой. Он такого же цвета, как и кастрюльки. Баночки с солью и перцем. Щипчики, лопатка и половник. Осталась нам еще ванная и место, где вся семья будет отдыхать. Начнем сначала с ванной комнаты. Тут прям как настоящая увесистая ванная с золотыми ножками. В ней есть дырочка для слива. Ширма с розовой шторой, чтобы никто не видел, кто моется в ванной. Но ее можно присобрать, отодвинуть. Белый махровый коврик. Очень милые аксессуары. Это белая повязка на голову. И банный халатик. А их размерчик подходит для сестренки. Для мамы, скорее всего, он будет маловат. Стойка с душем и краном. Душ снимается. Он, конечно, не настоящий, не рабочий. А вот переключатель можно поворачивать туда и сюда. На ванну ставится подставка для всяких банных принадлежностей. Такие малюсенькие. Щетка, губка и мыло. Сюда, сюда и сюда. Маленькие баночки с шампунями и кондиционерами. Сюда. Еще есть две маленькие игрушки для игры в ванной. Это дельфинчик и зайчик в круге. А что вот это такое, вы догадались? Ведь, чтобы по-настоящему налить в ванну воды, нужно заткнуть дырочку. Но, вы знаете, я не уверена, что можно по-настоящему налить в ванну. И что вода не будет из нее вытекать. И последнее. Это корзинка для белья и полотенчиков. И еще одна коричневая мебель. Это мебель для гостиной. Тут два кресла, на которые нужно установить красные подушки. Меховые, такие приятные. Так выглядит диванчик без подушек. С обратной стороны на спинке у него нарисованы цветы. А так он выглядит с подушками. По картинке на упаковке я ведь сразу не поняла, что этот диванчик такой меховой. Тут еще столик. Маленькая кружечка. Резная тарелочка. И еще книжечка-каталог. С картинками интерьеров. А в этом пакетике что такое? Это кусочки из зеленого материала. Дополнительная обивка для дивана и кресел. Чтобы заменить обивку у мебели, тут есть специальные крепления. Они снимаются. И можно просто взять, поменять один материал на другой. Точно так же берем основу. Подворачиваем с одной стороны. Подворачиваем с другой. Закрепляем тут. Чтобы аккуратно завернуть концы, нужно их сложить в острый уголок. И потом зафиксировать второй скупкой. Вот так быстро получилось совсем другое кресло. Мне эта обивка нравится гораздо больше. Я думаю, что по размеру можно вырезать абсолютно любую обивку. И заменить ее на ту, которая вам больше всего понравится. Кстати, это очень хорошая идея. Посмотрите, что у нас получилось. Мебели очень много. Но мы постарались расставить ее на свое усмотрение. И вполне возможно, что мы потом будем постоянно менять ее местами. Пока не найдем лучшее для нее положение. Обязательно пишите свои комментарии. Кто ваши любимые питомцы Silvanian Families? Что еще посоветуете купить в домик? Не забывайте поставить лайк. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...